Прошлое мое видео с обновками Прошло не совсем так, как я хотела, потому что скорее его можно назвать, наверное, разочарованиями, потому что большая часть вещей, которые я показывала, все-таки были не очень хорошего качества. Но в этом видео все будет совершенно по-другому, потому что я просто влюблена в те вещи, которые я сегодня буду показывать. Но перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать, нажав на кнопку подписаться вот там вот внизу, и сразу рядом жмите колокольчик. Тогда YouTube будет вам сообщать, как только выйдет мое новое видео, и вы меня, соответственно, никогда не потеряете. Поэтому обязательно сейчас это сделайте, и давайте приступать. И первое, что я хочу вам показать, это две пары обуви из магазина Бонприкс. Вообще, когда Бонприкс предложили мне сотрудничество, я сначала немножко так скептически отнеслась к этому, но потом я решила, что нельзя заведомо осуждать то, чем ты никогда не пользовался или что ты никогда не пробовал. Я никогда не заказывала ничего в Бонприкс, и я, в принципе, знала, что это бюджетные вещи. Я так просканировала сайт, сначала меня ничего не впечатлило, но потом я все же решила согласиться на сотрудничество, потому что я увидела вот эти, собственно, две пары обуви, и мне они настолько сильно понравились, что я даже доплатила за этот заказ свои собственные деньги, потому что мне не хватило того бюджета, который мне выделили, и мне просто настолько сильно хотелось именно эти две пары, что я решила, ладно, я заплачу свои деньги, но при этом я их получу. И первая пара обуви это то, что я искала уже очень долго, это абсолютная классика, которая должна быть в гардеробе просто у каждой девушки, и это вот такие вот полуботинки, наверное, их можно назвать. Я очень много встречала похожих моделей, но они всегда были на каблуке. Пускай это будет там невысокий каблук, там сантиметров, наверное, 6, есть такие и на высоком каблуке, но так как у меня и так очень высокий рост, я вообще в принципе не ношу обувь на высоких каблуках, потому что если я надеваю стандартную шпильку, у меня рост под метр девяносто, поэтому куда бы я ни шла на шпильках, я всегда зачастую самая высокая, и мне это не очень нравится, поэтому я всегда выбираю что-то такое на низком ходу, просто идеальная, как мне кажется, обувь на осень, особенно круто это смотрится с джинсами скини, то есть одевая вот это, сразу получается такой классический женственный образ, и такая обувь на самом деле может улучшить абсолютно любой, казалось бы, даже самый банальный наряд, даже если я надену на себя абсолютно что-то скучное, например джинсы скини, какой-то топ и вот эти полуботинки, то все равно сразу получается образ очень стильным и современным, ну по крайней мере мне так кажется, тем не менее я не фэшн-блогер, все вещи, которые я выбираю, я выбираю для обычной повседневной жизни, и мне кажется, что большинство вас, моих зрителей, как раз таки тоже, если будут что-то покупать, то нужно что-то для обычной повседневной жизни, для того, чтобы ходить на учебу, на работу, или просто по каким-то своим делам, поэтому вот эти полуботинки я могу с чистой совестью вам рекомендовать, особенно учитывая их цену. Стоят они всего 699 гривен, это приблизительно где-то 25 долларов, я считаю, это идеальная цена, как для вот такой вот классной пары обуви, они сделаны под замшу, но это не настоящая замша, тем не менее, выглядит очень натурально, если вот так вот на них посмотреть, то даже и непонятно, натуральная это замша или нет, и я считаю, что это очень адекватная цена для этой пары обуви. Дальше я вам покажу то, зачем я гонялась в последний год, наверное, ну не конкретно за этой парой обувью, которую я сейчас покажу, а за вот этим стилем. Мне очень хотелось добавить в свою коллекцию какие-то более грубые ботинки, такой байкерский стиль, скажем так. У меня раньше были ботинки от Levi's, но я их заносила уже до такой степени, что они просто на мне начали разваливаться, и мне пришлось от них избавиться, и вот где-то последний год я не могла найти модель, которая меня бы на 100% устроила. И я считаю, что вот эти ботинки как раз-таки отвечают на 100% всем моим требованиям, потому что, во-первых, они из кожи, это полностью натуральная кожа, сделаны они тоже очень хорошо, тут не к чему придраться абсолютно, и в то же время их внешний вид это как раз то, что я искала. Я обожаю такую обувь носить с какими-то кожаными куртками, и не просто, вы знаете, такими женственными кожаными куртками. У меня есть очень классная кожаная куртка от Topshop, и она такая менее женственная, более такая дерзкая, наверное, и вот к ней такого рода обувь подходит просто идеально. Я когда померила вот эти ботинки с той курткой, я поняла, что да, это союз, который был заключен где-то на небесах. Мне очень понравилось качество этой обуви. Кстати, что касается размеров, я ношу размеры между 39 и 40, здесь я взяла два размера 40, и это обувь, которая подошла мне идеально. То есть, если вы будете сомневаться взять меньше-больше, лучше возьмите в большую сторону размер, чем в меньшую. По крайней мере, я сужу по этим двум парам, и если бы я взяла размер 39, они бы точно на меня были слишком маленькие, 40 на меня подходит просто идеально. Что касается стоимости этих ботинок, то так как это полностью натуральная кожа, они, конечно, будут стоить дороже, чем предыдущие, но все равно их стоимость 1749 гривен, это 60 баксов. Я считаю, что для кожаных ботинок 60 баксов это полностью адекватная цена, потому что обычно, если зайти в тот же Levi's или в какие-то подобные марки, вот дешевле 100 долларов ботинки очень трудно найти, даже на распродажах. По крайней мере, я не попадала на такие цены, и крайне, крайне редко можно найти обувь из натуральной кожи или замши дешевле ценника 100 долларов. Поэтому, когда я поняла, что эти 60, я поняла, что нужно 100% брать, даже учитывая, что я вообще не вписывалась в свой бюджет, но, как я уже сказала, я свои деньги доплатила. Что касается Bonprix, то здесь у меня все, но у меня есть еще две пары обуви от Faberlic, которые я заказала, и о Faberlic будет отдельное видео про косметику, товары для дома, а так как я заказала еще и обувь, мне показалось это логичным, что я их покажу в видео об обуви, скажем так. Что касается обуви Faberlic, то у меня, знаете, такое отношение раз на раз не приходится, потому что есть обувь, которую я просто обожаю, есть у меня туфли, такие классические лодочки на маленьком, опять-таки, каблучке, которые я уже заносила просто практически до дыр, потому что я их надеваю на любое событие, на любой ивент, на любой поход в ресторан, на любой день рождения. Если вы тоже высокого роста и вы с этим сталкивались, вы знаете, насколько трудно найти именно красивую, женственную, элегантную, вечернюю обувь на маленьком каблуке, чтобы это смотрелось действительно не балетками, а вот, ну, как бы такой вот именно вечерней обувью, да. Короче говоря, вот те туфли я просто обожаю, и я даже подумываю о том, чтобы заказать еще одну пару себе на бэкап. Что касается моего нового заказа, то здесь я вам покажу две пары обуви, и первая пара, наверное, ну, сейчас в этом сезоне не настолько актуальна, но я все равно решила ее заказать, потому что не только зима близко, но и будем надеяться, что лето тоже не за горами, поэтому я взяла вот такие вот абсолютно базовые, банальные, классические босоножки, опять-таки это сороковой размер, он на мне идеально просто сидит, и особенно они мне понравились за ту цену, за которую они продавались, а цена у них 364 гривны, то есть это 13 долларов, по-моему, вообще просто идеальная цена для таких босоножек. Я обычно такую обувь ношу вот как бы в обычной жизни, да, повседневной, там сходить на почту, сходить в супермаркет, погулять с собакой, и понятное дело, что здесь ничего сверхъестественного, на какое-то фэшн-шоу ты в таких не пойдешь, это естественно, но опять-таки для обычной, повседневной, банальной нашей жизни, по-моему, отличные, и особенно я тоже люблю вот такой вот цвет ньют, потому что он подходит под все, абсолютно под любой цвет, он сливается с цветом ноги и абсолютно как-то незаметно выглядит, поэтому вот эти босоножки мне прям очень сильно понравились, и они будут ждать следующего лета. И последняя пара обуви, которые я вам покажу сегодня, это будут вот такие вот кеды тоже от Фаберлик, и на самом деле эти кеды немножко не такие, какими я их представляла, потому что когда я смотрела на них на сайте Фаберлик, мне показалось, что они просто тканевые, но когда они пришли, я их увидела вживую, я поняла, что они сделаны из такой вот как бы полупрозрачной сетки, и, конечно, для лета, возможно, это классно, но я, честно говоря, летом не хожу в закрытые обуви, я практически никогда не ношу вот такого рода обувь, и я думала, что они будут немножко более теплыми, наверное, да, можно так сказать, то есть я планировала их носить как раз-таки вот сейчас на такую погоду, тем не менее кеды, может быть, и симпатичные, и я читала отзывы, многие пишут, что они удобные, как тапочки, здесь я спорить не буду, но, вы знаете, у них стоимость практически точно такая же, как и вот этих вот полуботинок, а мне вот эти полуботинки нравятся гораздо больше, это та обувь, которую я гораздо больше буду носить осенью, они сделаны немного менее качественно, вот здесь вот по границе я прям следы клея вижу, и вы знаете, что мне еще не нравится в такой обуви с сеткой, особенно вот в этой части, у меня палец большой, он немножко как бы выпирает вверх, и когда я оформляла заказ, я заказала и 39-й, и 40-й размер, 39-й мне был абсолютно нормальный по длине, но у меня палец прям вот так вот, знаете, торчал вот так вот в них, с 40-м размером такой проблемы нет, но в то же время они на меня большие, то есть там запаса практически сантиметр по длине у меня остается, вот здесь вот в носке, но зато как бы палец не выпирает, поэтому если сложить все это вместе, то вот эта пара, конечно, не является моим фаворитом. Что ж, у меня на этом все, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх, если вы не подписаны, конечно же, подписывайтесь, я рада абсолютно всем новым зрителям, как и старым, конечно же, если вы хотите подписаться, это можно сделать вот здесь, вот нажав на эту круглую иконочку, также я вам оставлю еще несколько других своих видео, которые вы можете посмотреть, а если вы их уже видели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.